В Югре обсудили достижения по нацпроектам в сфере капитального строительства за этот год. Заседание Координационного совета провела Наталья Комарова. Губернатор отметила, что положительная динамика отмечена по нескольким направлениям. Так, оценивая ход благоустройства общественных территорий, глава региона подчеркнула, что в полном объеме работы выполнили Нефтьюганские, Октябрьские районы и Лангипас. Сегодня этот показатель по региону составляет почти 25%. А вот проект «Чистая вода» исполнен округом более чем на 50%. Коснулись на заседании и вопросов ввода нового жилья. Его объем составил почти 380 тысяч квадратных метров. Это на 8% выше аналогичного периода прошлого года. План по расселению аварийного жилфонда превышает 70%. Сначала реализация адресной программы переселения за 19 и 21 годы текущий период составила порядка 171 тысячи квадратных метров. Это 70,5% от плана на 3 года. Недельный прирост составил 2%. 7 муниципальных образований в зеленой зоне. Нефтьюганские, советские районы. Сугут в Красной. Также на заседании рассмотрели вопрос защиты участников долевого строительства. С начала года восстановлены права 374 югорчан. Из реестра исключено 4 объекта. На 17 августа в нем остается еще 21. Своего жилья ждут 1605 дольщиков. Губернатор уточнила, что все проблемные объекты должны быть достроены до 2024 года. К слову, сегодня в регионе реализуются два основных механизма восстановления прав дольщиков. Это достройка объектов с привлечением инвесторов, с предоставлением им земельных участков в аренду, без проведения торгов, а также привлечение Федерального фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Наталья Комарова Ханты-Мансийской, поселок Солнечный. За эффективную обратную связь с жителями первое место в своих категориях заняли Сургут и Сорум. В номинации «Укрепление межнационального мира» первое место у Нягани, Сургута и Казыма. За модернизацию городского хозяйства через платформу «Умный город» отметили Березово. Победители регионального этапа получают возможность представлять Югру на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». В Нижневартовске завершают ремонт дорожного покрытия на улице Ленина. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данном участке меняют почти километр асфальта. Нижний слой дорожники уже уложили, а теперь привели в порядок тротуары, на которых обустроили пандусы. Эти работы несколько затянулись, на что обратили внимание жители Нижневартовска. Эта мера была вынуждена, потому что перед асфальтированием идет ряд подготовительных работ, такие как установка бортового камня, засыпка щебнем данных пандусов. В качестве временного решения были уложены деревянные мостки. Но, к сожалению, из-за вандальных действий некоторых жителей города, может быть, наезд автомобилями, подрядчику приходилось это раз в два дня, если мостки обновляют. Приступят к укладке второго щебеночно-мастичного слоя асфальта, затем закрепят тактильную плитку и нанесут горизонтальную разметку. Работы должны завершить до начала сентября. Было указано со стороны жителей, что вот эти пандусы для маломобильных групп населения, да просто коляски, велосипеды и так далее, и так далее, где удобно. Вот это неудобство было устранено, и вы видите, все сделано. Пандусы эти выполнены, а сама дорога, подрядчику сегодня заверил, сказал, что с сентябрем месяцем они все закончат. Чуть больше полумиллиона югорчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса, а если быть точным, 511 514 человек. Еще 444 227 жителей округа полностью завершили вакцинацию. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Наталья Комарова. В числе лидеров Ханты-Мансийский, Белоярский, Октябрьский и Кандинский районы. Всего в регион поступило свыше 590 тысяч компонентов вакцины. За последнюю неделю в медучреждения доставили больше 9 тысяч препаратов гам-ковид-вак и еще 6,5 тысяч доз спутника лайт. Департамент здравоохранения автономного округа обеспечит направление выездных бригад для вакцинации граждан, являющихся работниками субъектов МСП, других трудовых коллективов, при поступлении их заявок в медицинские учреждения на 10 и более человек. Обеспечить работу на территории каждого муниципального образования автономного округа как минимум одного пункта вакцинации до 22 часов. Считаем, что тот тон вакцинации, который сегодня отмечается, это порядка 2-2,5 тысяч вакцинированных в сутки. Я думаю, есть возможности его увеличить с учетом возвращения югорчан из отпусков и вот эту иммунную прослойку увеличить. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, эта иммунная прослойка, это число вакцинированных плюс число переболевших составляет порядка 57% жителей автономного округа на сегодняшний день. Инвест-проекты по созданию туристической инфраструктуры в Югре получат льготную поддержку. Теперь инициаторы идей в сфере туризма смогут рассчитывать на займы фонда развития округа. Это суммы в размере от 5 до 100 миллионов рублей. Выдаются на 5 лет от 1 до 3% годовых. Софинансирование со стороны заемщика предполагается в размере 20% от общего бюджета проекта. Средства займа можно направить на создание, развитие туристической инфраструктуры, приобретение оборудования или спецтехники, необходимых для текущей работы или для расширения перечня услуг. Первый проект в сфере туризма фонд планирует профинансировать до конца этого года. Высокий уровень цифровой зрелости Югры отметили в Минцифре. Федеральное ведомство предоставило результаты расчетов по российским регионам. Югра вошла в десятку лидеров наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Ямалом. Общая оценка цифровой зрелости проводилась на базе пяти секторов здравоохранения, образования, госуправления, транспорта, а также развития городской среды. Так учитывалась численность специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии, а также расходы организаций на внедрение современных цифровых решений. В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор Югры запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Обратиться за консультацией можно до 27 августа. Специалисты ответят на вопросы по применению приложений для считывания цифровой маркировки соответствующих товаров, применение законодательства о защите прав потребителей при возврате, обмене некачественного или неподошедшего по размеру приобретения, а также расскажут о требованиях технических регламентов. Проект команды Югры оценили на образовательном интенсиве «Архипелаг-2121». Задумка заключается в создании новой отрасли по использованию парниковых газов. Идею отметили в номинации «Регион для человека». Ее планируют реализовать на базе научно-технического центра в Сургуте. По расчетам авторов, к 2030 году в округе удастся снизить выбросы парниковых газов на 20%. Бизнес-модель проекта предполагает разработку технологий улавливания и переработки газов. Доходы планируется получать за счет продажи систем мониторинга химических продуктов. В Сургуте планируют создать металлургическое предприятие мощностью 100 тысяч тонн. К его реализации при содействии Фонда развития Югры и администрации города приступил частный инвестор – Сургутский металлургический комплекс. Запуском этого производства создается новая для региона отрасль металлургия, в том числе переработка лома черных металлов. Фонд развития предоставит компании льготный заем. Поставка оборудования и запуск завода планируется уже в середине 2022 года, а выход на проектную мощность – поплавки 76 тысяч тонн через год после этого. В результате реализации проекта Югра получит новых 315 рабочих мест. В Нефтьюганске избавляются от автохлама. Это машины, которые брошены своими хозяевами в общественных местах, дворах, домов. Они годами ржавеют от того, что ими никто не пользуется. Хлам не только занимает парковочное место, но еще не эстетичен и небезопасен. Были случаи, когда в такие машины забирались дети или их просто поджигали, чтобы убрать бесхозную машину, подключают госавтоинспекторов и управляющие компании. Иногда достаточно одного предупреждения, чтобы владелец сам убрал транспорт. В ближайшее время на спецстоянку увезут порядка 20 таких брошенок. Если владелец захочет забрать свое имущество, ему придется заплатить за эвакуатор и хранение. В данный момент мы осуществляем погрузку транспортного средства на специализированный эвакуатор. Перемещаем ее к нам на специализированную стоянку. Там она хранится у нас в течение 6 месяцев. Если не находится владелец, то потом в дальнейшем машины поступают на утилизацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отправлять работы можно по указанному адресу. Обязательно нужно придумать название к своей фотографии, указать дату и место сбора, а также субстрат, на котором рос гриб. Продолжение следует... Продолжение следует...